Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала с вами. Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Даже изменяя свой лексикон, вы можете изменить свою жизнь. Ну а также всегда помните, ваши мысли, эмоции и действия сегодня создают вашу реальность завтра. Возьмите под контроль ваши мысли, и тогда вы возьмете под контроль свою жизнь. Сегодня, чтобы было здорово изменить в себе. Смотрите, изменить в себе – это ни в коем случае не поменять себя, не изменять себе. Мы такие, как мы есть. У нас есть свой характер, у нас есть свои реакции. И что было бы здорово изменить – это отношение. Отношение к миру, отношение к ситуациям, отношение к событиям, ну и, конечно, отношение к себе. Вот этим мы сегодня и будем заниматься. Но называть, видите, я вам это объясняю, в названии я пишу коротко. Просто прежде, чем мы сделаем этот расклад, я вам объясняю. Ну, конечно же, как всегда, а и сегодня нам расскажут феи об этом. Люблю я этот оракул. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка меняет жизнь. Будет три карты. Вы можете расценивать их, как три позиции, а можете принять, как все три совета. Это ваш выбор. Ну и, конечно, как всегда, ваша жизнь – это ваш выбор. И внимать моим советам или нет – это тоже ваш выбор. Ну все, карты перемешала. Вы улыбаетесь, как я понимаю. Ну а я смотрю, что же было бы здорово изменить в себе. Или отношение к чему. Но я уже объяснила, как я подхожу к этому. Окей. Вот теперь я могу сказать. Было бы здорово быть более настойчивым. Было бы здорово именно проявить настойчивость в достижении чего вы хотите. В достижении какой-то цели, в исполнении желания, в подходу к работе, карьере, бизнесу, к отношениям и, конечно же, к своему здоровью. Будьте настойчивы. Никогда не сдавайтесь. И тогда ваша жизнь будет улучшаться с каждым днем, и вы почувствуете и уверенность, и вы увидите, что настойчивость – это прямой путь к достижению. Это не значит, что надо бороться с миром. Надо просто не отступать и планомерно идти к своей цели. Приобретите настойчивость. Следующее, что было бы здорово изменить в себе. Ну, это сострадание или взаимопонимание это может быть, и это может быть именно еще и вдохновение. Это в карта, значит, вот все три слова, что я сказала – сострадание, вдохновение. Это имеется в виду, что приобретите привычку ко всему, что вы делаете, подходить первое, я бы сказала, с творческой точки зрения, даже к числам. Можно подойти с творческой точки зрения, потому что каждое число что-то значит. Ну, и я понимаю, особенно для тех, кто занимается бухгалтерией, вы не так смотрите на числа. Но если вы воспримите вашу работу как творчество, то ваша жизнь тоже будет меняться. И вам будет интересно не только работать, хотя поменяете вы отношения, некоторые из вас, именно к работе. Но поменяв отношения к работе и найдя творческую нотку, найдя что-то, что будет вас вдохновлять, даже в самой скучной работе, это уберет усталость после работы, как физическую, так и моральную. Ну, и я хочу сказать, что проявляя это вдохновение, сострадание, у вас получится, что ваша жизнь будет приносить вам все больше и больше моментов для вдохновения. Ну, а сострадание даст вам взаимопонимание. Это не сострадание в том смысле, чтобы жалеть кого-то. Это именно понятие человека, именно принятие человека таким, как он есть. Я сейчас говорю просто человека, но в принципе имею в виду всех людей. И это тоже называется состраданием. Каждый человек уникален. И когда вы научитесь принимать людей такими, как они есть, ваш мир будет прекрасным. Вы обретете мир в своей матрице, в своей вселенной. Ведь у каждого из нас свой мир, своя маленькая вселенная, в которую входят люди и события, которые мы притягиваем своими мыслями, действиями, установками. Поэтому сострадание и принятие людей такими, как они есть, притянет к вам, во-первых, еще больше хороших людей. А люди, с которыми вам не по пути, будут от вас отталкиваться. Они просто не будут встречаться на вашем пути. И мне кажется, это здорово. Ну и еще, что было бы здорово в себе изменить. Поднять уровень энергии и использовать мудро свою энергию, говорит эта карта. Смотрите, когда вы обращаете внимание на мелочи ситуации, на какие-то детали ситуации. Ведь каждая ситуация имеет как минимум две стороны. В любой ситуации, даже в самой патовой, можно найти хоть малюсенький позитив. И если вы будете концентрироваться только на этом малюсеньком позитиве ситуации, во-первых, ситуация начнет поворачиваться, начнет меняться, начнут поступать какие-то идеи. Вы будете видеть выход из этого негативного шара. Вот ситуацию я представляю как шаром. И вот в этом шаре разные цвета. И даже если малюсенький цвет, вот несколько цветов на шаре, и если только маленький, маленькая часть шара, яркая, солнечная, это значит, что можно, весь шар может стать вот таким. Я вам это образно сейчас объяснила. И тогда что получается? Вы освобождаете энергию позитива, когда вы на нем концентрируетесь. А вот энергия позитива – это высокочастотная энергия, энергия высоких вибраций. Когда у вас появляются даже крылья, когда вы вдохновлены, когда вы улыбаетесь, почему я прошу вас улыбаться? Я всегда прошу вас улыбаться, хотя бы для того, чтобы на вот это время, что вы улыбаетесь, поднять ваши вибрации и притянуть еще больше вот этой высоковибрационной энергии, которая приносит ощущение счастья, ощущение свободы, ощущение того, что доступно вам все. И вот тут могу сказать, что эта карта говорит, измените свое отношение к ситуациям, чтобы освободить больше высоковибрационной энергии, высокочастотной энергии для свершений. Вот, что было бы здорово вам изменить в себе. Люблю вас, мои дорогие. Пока!